Если человек точно знает, что он заболел, он идет и специально или не специально заражает кого-то, и те люди умирают, вот за это он должен вести полную уголовную ответственность. Ну, это логично абсолютно, на мой взгляд. Также, я вас думаю, приняла большой пакет, связанный с административными правонарушениями. Вот здесь есть уже вопросы. Есть вопросы. И как показывает практика, так она и продолжается. Сегодня у нас так называемые мероприятия по подготовке, или там особый режим по подготовке к чрезвычайной ситуации. Заметьте, даже чрезвычайной ситуации нет. Я уже не говорю о карантине и о военном положении. Но что мы видим на практике? Краснодар ограждывает себя бетонными блоками. Ставрополье тоже. И некоторые другие регионы. Просто конкретно вводят там не то, что карантин, а почти военное положение. Это вообще неприемлемо. Должен быть единый центр принятия решений. А то Москва свое, Кемерово свое, Ставрополь свое, Крым свое. Что это такое? Если вы закрываете города, вы тогда объявите чрезвычайное положение в стране, и вводите такие меры. Какое право иметь и закрывать Крым, например, перекрыв мост? Там, только тем, кто с пропиской. Да у нас полстраны, там, без прописки, там, может, дома купить, и это не нарушение закона, или там, квартиры. И ехать туда. Так что их теперь не пускать? Каков механизм? Я же не говорю о том, что некоторые власть-продержащие, облеченные в погоны, объявляют о комендантском часе. Ездят на машинах и рассказывают, что введен комендантский час. Это абсурд и бред полный. Поэтому вот здесь нужно очень аккуратно. Все эти правила административной вины введены только для одного. Для того, чтобы предупредить сложившуюся ситуацию распространения коронавируса. То есть, тем, кто не хочет сидеть дома, ему надо разъяснить, взять его за руку, в конце концов, и припроводить. А не том, что его схватить и посадить на пять лет. Хотя многие, может быть, так и воспримут сейчас, те, кто облечен властью. Так вот, надо сразу сказать, что это не так. Некоторые губернаторы хорошо понимают. Вот недавно был на прямой связи губернатор Приморского края, он четко понимает. Он говорит, что все меры необходимы только для предупреждения. Но если они не сработают, тогда можно вводить какие-то меры административного, так сказать, взыскания. Вот это очень важно, надо понимать, всем губернаторам, без исключения.